День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Tiny Brains. Эту игру мне предоставил разработчик, так что большое ему спасибо за копию. И что же это такое? Tiny Brains это, по идее, сразу же скажу, кооперативный пазлер. А то есть он задуман именно для того, чтобы проходить его вместе с кем-то. Как минимум с двумя можно, и лучше всего даже с четырьмя людьми проходить, просто потому что это веселее. Я сейчас играю в одиночку, потому что я forever alone, но даже в одиночку можно играть, потому что у нас есть возможность изменять героев, а то есть мы можем переключать их постоянно. У каждого героя есть свои особенности, то есть у синей мыши есть особенность ставить железный блок. О господи, бедняга. И да, оформление у игры шикарное. То есть как все поставлено, как все выглядит, вот знаете, это как будто мы наблюдаем за экспериментом, как будто сверху за ними. Все это очень-очень классно, очень интересно сделано. Итак, давайте, у этой мыши, у которой полмозга, совсем, ну хватает, хватает, ну что скажешь, хватает. У нее возможность меняться местами с какой-нибудь вещью, и мы идем дальше. И у нас сейчас немножко затянуто то, что это интро, но читайте, то есть подсрочник есть, я звук все-таки приспущу, поэтому текст вы не будете слышать, но интро приятное, я решил его не пропускать, потому что здесь и вправду отлично видно, что кто делает, что эта игра из себя представляет, и что от нее можно ожидать. Потому что чуть-чуть попозже, там уже разные смешанные задания, и попозже это, как бы, сразу же видно, что это стандартный пазлер, напоминающий, например, Trine. То есть в Trine у нас тоже можно было кооперативно играть, или у нас можно было в одиночку играть и менять героев. Здесь у нас не три, здесь у нас четыре героя. И скажу вам честно, когда как Trine было больше приключения, это более чистая пазлер игра. Она как бы именно настроена на то, чтобы проходить пазлы. Она сделана, вот видите, как эксперимент. Конечно же, мы потом убегаем из лаборатории, но пока что это как эксперимент выглядит, и это именно то, что нам нужно сделать. Так, давайте сейчас нажмем на кнопки. Нам объясняют то, что нажимать на кнопки это хорошо, отлично. Давайте пойдем дальше. Я управляю контроллером, но можно управлять мышкой и клавиатурой. Я проверил, отлично управляется. По-моему, я даже могу сейчас... Да, я могу сейчас переключиться. Как видите, у меня есть курсор. Это все зависит от того, кому что нравится, кому как хочется что делать. Итак, что мне сейчас нужно сделать? Мне нужно сейчас... Мне нужна синяя мышь. Так, хорошо. Мне нужно сюда запрыгнуть. Нажать на кнопку. Это ничего не изменило. Господи, я скажу вам честно. Я проходил это пару часов назад. Притом я решил сначала не только потому, что тут все красиво объясняется. Потому что я не буду тупить. План явно не удался. Так, давайте посмотрим. Я смогу ею выстрелить туда? Нет. Странно. Плохо. Плохо. Странно. Эм... Нет, нет, нет. Мне нужно перейти сюда. А потом... А потом суп с котом. А, ну, это просто мне объясняет коммуникацию на экране. О, господи, боже мой, что за... Так, давайте я сейчас попытаюсь... Где моя мышь, которая присасывает? А, вот, вот, все отлично. Я про нее... Это даже не мышь, это заяц. Я про него совсем забыл. И теперь я могу мышью оттолкнуть. Вот, вот, все. Фух. Я... Я за эти ремни... О, господи, бедняжка. Их так всегда страшно. Видите, они так... Пукают жестоко, чтобы улететь. Да, они... Они именно так передвигаются. Так, хорошо. Давайте тогда сейчас... Сейчас сделаем себе... Лед. Вот здесь. Так. Есть. Хорошо. Где наша полумозговая мышь? Отлично. Теперь еще раз. Лед. Так. Прыжок. Отлично. Теперь полумозговая мышь. И... Оп. Хорошо. И теперь летучая мышь. Бум. Во. Вот как она должна проходиться, когда уже знаешь, что нужно делать. А не то, что... Понимаю. Понимаете ли. И да. Вообще. То есть... Тяжело говорить о пазл-игре. И... Говорить, что тут что-то новое. Скажу вам честно. Пазлы... И... Тут тяжело придумать что-то новое, потому что в корне они все одни и те же. Скомбинируй. Найди. Пойми. Посмотри на все предметы. Узнай, как это делается. И... Говорить, что игра... Нехорошее, потому что... Пазлы напоминают все остальные игры пазлов. Это немножко бессмысленно. Потому что, да, это пазл-игра. Но она именно это хорошо делает. И это правильно. И это хорошо. И... Сейчас даже самое главное то, как она обставлена. Обставлена она шикарно. То есть, как она смотрится. Как она управляется. Как она играется. Как она идет на компьютере. Потому что, так или иначе, это порт с приставок. И да, здесь куча настроек. Здесь куча... Просто кнопок для управления. То есть, они... Специально именно... То есть, это не просто управление с контроллера. Нет. Это именно управление на клавиатуру и мышку есть. Так что, это все-все правильно сделали. Так, хорошо. Давайте здесь проведем шарик. Так. Чтобы он никуда не катился. Нужно его потихонечку. И... Оп. Так. И... Что еще важно сказать? Важно, чтобы эта игра была не скучной. Я, конечно же, понимаю, что я играю один. Но мне так или иначе не скучно. Мне весело. Веселый рассказчик. Веселые герои. Весело нарисовано. Веселое задание интересное. Но. Но, конечно же, в кооперативе. В хаосе кооператива, я бы даже сказал. Потому что кооператив здесь не принесет четкости. Или вы не будете лучше проходить эту игру. Потому что, если вам хочется пройти эту игру лучше, то, пожалуйста, играйте в синглплеере. Когда много людей будет, они будут все друг другу мешать. Но это будет очень... Меня раздавило. Но это будет очень-очень весело. И поэтому я вам очень советую сразу же брать две копии. А то есть для вас и для друга. А-па-па. Верните мне мой шарик. Так. Хорошо. Так. Это не то чтобы сложное задание. Это трудное задание. Так. Хорошо. Вперед. Теперь так. Отлично. Все. 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 Он стоит. Хорошо. Так. Оп. Есть. А! Я промахнулся. Я промахнулся своим криком. Так. Хорошо. А-па-ти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти. Еще раз. Оп. А-о. Отлично. Эм. Ай-яй. Ай-яй. Оп. Хорошо. И теперь клик. Все. Все. Отлично. И давай. Выводим. Выводим шарик. Выводим шарик. Чуть-чуть осталось. И. Ну давай. Пожалуйста. 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 Есть. 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 Отлично. А. Класс. Ну что ж. Вот. 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 Вот такая вот игрушка. То есть я вам сейчас еще пазл или... Ой. Пазл или два покажу. Но. В общем. Вот она. Вот она. Я вам советую. Может быть, если покупать все-таки вместе играть, то подождите скидки, а на 100% будет скоро на скидки, потому что у меня такое впечатление, что разработчики не очень сильно относятся к компьютерному рынку. То есть в то время, когда они вывели игру, то как они... То есть они очень качественно сделали порт, но просто то, как они это сделали, а то есть пораньше на приставку вышло, потом порт, может быть, они и вправду работали, но, по-моему, они просто немножко опоздали с временем выхода, потому что сейчас, скажу вам честно, сейчас уже игры не выходят, сейчас уже все сидят и ждут скидок новогодних, потому что именно так оно и есть. Так, тихо, как... Хорошо, это я сделал. А, тихо, кролика мне нужно. Где мой кролик? Я постоянно его забываю. Он такой универсальный кролик, он полезный кролик, но он, скорее всего, из-за того, что он универсальный, его тяжело подумать и вспомнить о нем, что он делает. Да, так что, скорее всего, они сейчас увидят, что люди мало покупали, потому что сейчас вот это время, когда уже все закупились играми и уже устали покупать, так что... Я просто честно. То есть, если разработчик смотрит, то, извините, но это именно так, не вовремя, не вовремя вышла игрушка. Нужно было, когда вот приставочная версия выходила где-то месяц назад, точно тогда же... Давайте я возьму просто мышку, поменяюсь местами. Точно тогда же нужно было игру выпускать. Так, она скоро попадет на скидку, чтобы она больше продавалась, и тогда, скорее всего, возьмете. Если вы ее возьмете на скидке, то не бойтесь, не жалейте денежку, возьмите сразу же две копии, как минимум, с хорошим другом пройти, одно удовольствие. Это, конечно же, не портал, сразу же говорю, то есть, знаете, пазл, кооператив, портал, то есть, портал 2. Но, но это все еще очень классно. Так, эээ... Так... 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 Есть, хорошо. Теперь... Так... Так... Нет, не туда. Да... Чуть-чуть задело за край. Так... Оп, хорошо. Теперь мышка, 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 быстро. Оп, есть, хорошо. Отлично. Теперь на кнопку нажимаем. И теперь будем, да, теперь будем ловить коробку. Так... Конечно же, себя не жалеем в этом случае. Уу! Хе-хе. Да, себя не пожалели, но нас таких много. Мы... Мы... Мы чудовище страшное. Так что... Нас много... Нас не жалко. Во имя эксперимента. Во имя науки. Так, и... Все. Отлично. Итак. Пожалуйста. Тани Брейнс. Классный пазлер. Для кооператива. Бусечка. Классно смотрится. Классно играется. Уже сейчас приличная цена. Если у вас очень много-много-много друзей, может, стоит подождать до скидки. Но, в общем, если вам хочется поиграть в хороший пазлер, то, пожалуйста, не ищите дальше. Вот он. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok